Всем привет, с вами Марти, и в этом видео я расскажу вам о сверхкомпактных тепловизионных прицелах X-Holo от компании ARA Technology. В прошлом году я уже делал обзор на довольно компактные тепловизионные монокуляры от компании ARA Technology, которая уже многие годы является лидером китайского рынка и производит тепловизоры для нужд китайской армии, полиции, поисково-спасательных служб и спецподразделений. Их тепловизоры отличаются простотой в использовании, высоким качеством матриц и сравнительно низкой ценой. За прошедшие полтора года с момента публикации моего первого обзора ассортимент тепловизоров ARA, продаваемых в России, значительно расширился, поэтому они прислали мне на обзор новинку – сверхкомпактный тепловизионный прицел ARA X-Holo. На сайте официального российского дистрибьютора прицел обозначен как тепловизионный коллиматор. С точки зрения терминологии это, мягко говоря, некорректно, потому что коллиматоры и тепловизоры – это абсолютно разные типы устройств. Думаю, всем, кто хоть немного шарит в оружии, это очевидно, но при этом сам термин «тепловизионный коллиматор» отлично отражает всю суть данного типа устройств, потому что по габаритам и форм-фактору такой тепловизор очень похож на многим известный коллиматорный, ну или же голографический прицел EOTEC. Причем сходство не ограничивается одной лишь внешней похожестью, главное, что роднит прицелы X-Holo с коллиматорами – это принцип использования. Если при работе с обычными тепловизионными монокулярами или прицелами вам приходится плотно прижимать глаз к окуляру, при этом, скорее всего, стоя на месте, то в случае с X-Holo вы можете свободно двигаться и одновременно с этим ввести наблюдение через экран тепловизора. И скажу заранее, при работе на сравнительно малых дистанциях, а тем более в помещениях, такой тип тепловизора намного удобнее, чем полноценный тепловизионный прицел. А теперь более подробно о самом устройстве. Прицел I-Ray X-Holo на данный момент доступен в двух модификациях – HP-06, более простая модель, и HL-13, более продвинутая модель и, соответственно, более дорогая. Отличаются они в первую очередь размером и разрешением матриц, а также диаметром линз. Соответственно, модель HP-06, которая дешевле, за счет меньшего диаметра линзы, имеет более широкий угол обзора и выводит на экран изображение без эффекта оптического зума. А значит, эта версия прицела лучше подойдет для работы на малых и средних дистанциях. Но, несмотря на это, крупные тепловые цели такой прицел позволяют обнаружить на дистанции до 250 метров. Что касается модели HL-13, которая дороже, то за счет объектива большего диаметра, базовый оптический зум равен примерно полутора, если сравнивать с предыдущей моделью. Соответственно, для работы на малых дистанциях такой прицел подходит хуже, но зато дальность обнаружения возросла до внушительных 450 метров. И кстати, у обеих версий прицела есть цифровой зум, но при его использовании разрешение картинки ощутимо снижается. Работает прицел от батареи формата CR123, либо от аналогичного аккумулятора. С точки зрения экономии, второй вариант предпочтительней. Но также прицел можно запитать от пауэрбэнка через разъем USB Type-C. Но только ни в коем случае не подключайте его к быстрой зарядке. Прицел имеет удобное быстросъемное крепление на планку Picatinny либо Viver. Также у прицела есть лазерный целеуказатель, что удобно при работе в паре или группе. Что касается управления, то тут все интуитивно понятно и осуществляется при помощи кнопки джойстика. Углубляться в это особого смысла не вижу, потому что российский дистрибьютор снял подробную видеоинструкцию. Посмотреть ее можете по подсказке на экране. На этом все. Ссылку на сайт официального российского дистрибьютора вы можете найти в описании к видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и стреляйте метко. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok